добрый день дорогие друзья пришло время нашему уроку и как всегда в начале небольшая пауза чтобы убедиться что у нас есть интернет соединение и что мы находимся в сети вот это непонятно поэтому ну да все равно у нас прошел праздник день независимости израиля вот появился первый человек здравствуйте если будет какие-то как будто какие-то погрешности вы пожалуйста сообщите напишите знак какой-нибудь что вот не видно не слышно и прочее прочее ну я надеюсь что все будет хорошо праздник у нас прошел 72 года назад возникло государство у нас добрый день ну и мы продолжаем жить продолжаем жить в карантине уповая на то что вот еще чуть-чуть и будут послабление они уже есть и и скоро мы сможем спокойно передвигаться и вернемся к какой-то жизни в которой мы были прежде хорошо ну когда мы выбираем тему когда я выбираю тему урока я как правило стараюсь придерживаться недельных глав ну потому что это удобно это некий ориентир и в каждой недельной главе есть много интересных моментов которых можно поговорить тем более в эту субботу мы читаем две недельные главы первая недельная глава харай мод после смерти и вторая недельная глава к душим к душим святый для меня вообще вот голова к душим всегда одни не знаю почему вот но когда я до нее добираюсь мне какой-то внутренний трепет меня охватывает потому что мне кажется что это глава эта концентрация всего вот в этой главе концентрации всего знаете да здесь 50 одна заповедь изложена в этой недельной главе достаточно много но есть главы где больше но это много 51 заповедь это много положительные отрицательные и самое важное что в этой главе есть тот самый стих который араби акива выделил как ну основной центральный стих во всей таре во всем пяти книжей вы знаете вот осмелился но это понятно это раби акива он осмелился и сказал что вот дорогие мои есть стих вокруг которого по существу все строится ну вы его знаете этот стих он 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 известен он очень популярен в автали раэха камоха ани ашем и возлюби ближнего своего как самого себя я господь вот это как раз вот в нашей недельной главе к души это как раз вот девятнадцатая глава и это хватает девятнадцатая глава да вот в этом нашей девятнадцатой главе вот это вот да и и поэтому естественно и надо сказать что именно вот с этой главы с девятнадцатой главы тара начинает излагать потихонечку принципы отношения между людьми между и между людьми то есть до этого по крайней мере книги его икра были жертвоприношения были всякие неприятные явления на нашей коже кошерная не кошерная пища и вот с вот именно с головы к души начинается изложение отношений между людьми и наверно самом деле самое интересное самое самое важное что для нас есть это отношение друг другу и поэтому вот этот принцип и возлюби ближнего как самого себя я всевышний он очень важен и поэтому он становится на самом деле во главу угла вокруг него собственно и строится вся концепция нашей цивилизации на сегодняшний день но я имею ввиду западные цивилизации ну и восточные во многом тоже с некоторыми изменениями казалось бы вот эту вот фразу взять да и порассуждать над ней но это очень глубокая фраза там можно утонуть интуитивно чувствую что я я ее не понимаю и я понимаю какие-то моменты но не до конца поэтому вот из этих двух глав очень интересный момент хочу обратить ваше внимание на то что вот в главе ахара и мод там рассказывается о козле отпущения тема невероятная да вот два козла объем кипур когда первого священника выбирал одного для принесения жертвы в храма другого он отправлял к азазеллу это очень интересная тема очень интересная тема и о которых хорошо бы конечно поговорить но вот я выбрал другой я выбрал главу к души им да и самое ее начало самое начало главы к души вот я вам прочитаю это вот к души им девятнадцатая глава 1 стих и и говорил всевышний к муше говоря обратись к к всей общине сынов израиля и скажи им к душим будьте потому что кадош я господь бог ваш я умышленно не перевел слова к душим потому что я не знаю как его перевести на самом деле если вы посмотрите русский перевод там наверное будет у вас написано святы будьте потому что свят я душим кадош ну да один из смыслов этого слова на иврите кадош это святой но это не единственный смысл например на иврите гдэйша гдэйша это тоже слово означает женщина древней профессии то есть проститутка кадеш это мужского рода а гдэйша женского тоже слово только означает совсем не святость в нашем у меня общепринятом смысле слова есть другой более точный на мой взгляд смысл перевода этого слова кадош кадош как выделенный не такой как общее нечто другое ну вот в этом контексте можно разобраться и понять что да вот женщина которая занимается вот этой древней профессии она выделяет себя из общества она не такая как все общество по крайней мере внешне крайне мере внешне она не такая и и поэтому я и не перевел я сказал к душим будьте потому что кадош я господь бог ваш вы знаете для меня эта фраза какая-то абсолютно непостижимая абсолютно непостижимая я объясню почему ну представьте себе когда мы пытаемся говорить о всевышнем произнося какие-то слова но надо сказать начать с того что слово бог бог верите вообще не существует нет такого слова ведь вот нет такого слова есть различные имена допустим милосердный судья гневный прощающий всякие всякие слова а и мы говорим что вот это имена всевышнего и именно через них он проявляется в этот мир то есть люди воспринимают то что воспринимают то есть вот сегодня мне хорошо и я говорю вот он милостив то есть я воспринимаю его как милосердного он добр ко мне а вот завтра будет не очень хорошо я скажу вот он судит меня он судья сегодня да и поэтому во вторе возникают всевозможные имена всевышнего там эль-юд-гей-вав-гей четырестбуквенное имя там элоким категория суда шадай и так далее и вообще некоторые мудрецы говорят что вся тара на самом деле это это имена всевышнего это проявление всевышнего в этом мире если мы верим и принимает эту книгу как бы годанную книгу мы понимаем что каждое слово каждый знак в этой книге это это по существу представление всевышнего в этом мире и поэтому всегда говорить о всевышнем ну это можно можно говорить обо всем понятно что можно говорить обо всем но сам факт разговора о всевышнем он с годами по крайней мере я это чувствую становится все более более бессмысленным потому что ну о чем мы говорим знаем ли мы о чем мы говорим да мы как бы пытаемся какие-то свои человеческие качества экстраполировать на него чтобы нам о чем-то разговаривать да потому что и в теоремы читаем вот рука всевышнего в гнев всевышнего то есть есть некие человеческие качества которые мы можем воспринять другие то мы не можем из менять качество поэтому мы его так вот такая антропоморфизм возникает но и это вот мы понимаем что это некие допущения чтобы хоть как-то нам с вами общаться по большому счету конечно же всевышним нечего говорить потому что мы о нем ничего не понимаем мы говорим о том что повторяю вот фразу тары что всевышний он не человек не человек и поэтому какие-то требования к нему предъявлять как другому человеку наверное нет никакого смысла и вот сейчас у нас были дни памяти не катастрофы и вот это вот тема где был всевышний во время войны во время катастрофы да она конечно имеет право быть и люди задаются вопрос себе такой но опять-таки если мы исходим из позиции что всевышний не человек то о чем мы спрашиваем почему мы спрашиваем переживает ли он так как вы переживают люди являются для него вот те потери которые для нас потери и для него является ли это потери или нет нужно сказать да вот если он милосерден и прочее но он не только милосерден он он и карает и прочее или он не карает и мы говорим что это по-другому то есть мы пытаемся осмыслить свою жизнь какие-то предположения делая по поводу от всевышнего но это все надо понимать что в этом есть некая философия некая видимо необходимость но не более того все равно истины мы не узнаем потому что она для нас закрыта если мы говорим что есть там где-то высших духовных мирах так называемая эйнсов бесконечность то да слово такое есть бесконечность но не более того что такое бесконечность в нашем материальном мире помимо этого слова мы понять не можем вот слово есть а постичь это практически невозможно значит мы говорим о чем-то непостижимом непостижим и вдруг эта фраза здесь сказано что вы должны будете быть к душим тию будете в будущем времени вы будете вот это слово вот это слово души им то ли святы то ли отделены то ли еще что то почему по какой причине потому что всевышний таков и вот тут пауза ну хорошо вот это вот слово мы прилепили или вот тара нам поставила его рядом с именем всевышнего там ки кадош потому что кадош я милосердный господь ваш значит вот милосердный господь наш имеет некое свойство которое вы же выражено для нас словом кадош мы не знаем кто он с трудом можем да и не знаем что это за свойство связанная с ним поскольку не знаем что он потому что сказать что он свят но значит он свят а он свет не свят в свят не свят может быть человек потому что если святость то есть Есть ее противоположность, да, допустим, тума, ритуальная нечистота, противоположность святости. Это в нашем мире. А как это к нему отнести? Или есть ли отчужденность? Вот да, я человек, я могу быть от чего-то отчужден, да, что-то я могу делать, от чего-то могу оттолкнуться, не делать этого. Можем ли мы рассуждать так по отношению ко Всевышнему? Ну, думаю, что нет. Вот. Тогда получается, как мне понять эту фразу? То есть я должен обладать неким качеством, таким, какой обладает Всевышний. Вы знаете, я в самой этой фразе вижу парадокс. Необъяснимый парадокс. Я, конечно, могу взять это и не рассуждать на эту тему, и принять, как написано. Правда, я не понимаю, что здесь написано. Вот в чем дело. Вот в этом-то вся беда. Как я могу по отношению к себе, к нам требовать нечто, чего я не понимаю? Что это такое? Если, тем более, мы говорим о некой заповеди. Заповедь – это же то, что мы должны выполнить как-то. Это же не просто так. Заповедь – это не просто взял и произнес. Что я должен делать при этом? Заповедь всегда отвечает, что я должен делать, и что я должен делать тогда, чтобы быть как он. Но кто-то поднатужится, вспомнит, что мы с вами сотворены по образу и подобию. И скажут, ну вот, у нас же есть что-то по образу и подобию. Значит, нас что-то вот соединяет. Может быть, вот это вот «к душа» и есть нечто подобное, образ, подобие, связанное с ним. И тогда давайте так. Ну, не будем переводить это слово. Будем его воспринимать, ну, как некий знак. «К душа». Вот есть, не знаю, там пять букв, и вот эти вот «к душим» пять букв, вот эти пять букв, написанные вот в такой последовательности, некая вот суть или, я не знаю, понятие, которое вот нас соединяет, человека и Всевышнего. И в этом мы на самом деле по образу и подобию его созданы. Ведь он как-то нас создавал, и что-то в нас есть от него, так скажем. Ну, предположим, хорошо, допустим, что это так. И тогда, значит, я должен на самом-то деле разобраться в этой фразе каким-то образом и отнестись к ней, что здесь для меня написано. Значит, мне предлагается быть таким, как он, владать качеством, как он, потому что это качество есть у него. Естественно, если мы о чем-то спотыкаемся где-то, да, кстати, в этой недельной главе сказано «не ставь препятствия слепому и не ругай глухого». Вот это очень важная вещь. Если мы спотыкаемся, не знаем, вот это препятствие не видели, споткнулись, хорошо, мы тогда обращаемся к комментариям. Ну, а куда же еще идти? Конечно, к комментариям. И, естественно, первый комментатор, к которому мы обращаемся, это Раши. Раши – это все. Раши – это наше все. И что нам пишет Раши? Раши пишет следующее. Раши пишет, что вот это Параша, то есть этот отрывок, он следует сразу же после какого отрывка? После того, где перечисляются так называемые арают. Арают – это запретные сексуальные отношения. Если вы посмотрите самый конец главы Ахар-Эймот, ну, самый последний конец, то там перечислены, то есть вот те связи, которые, те связи между мужчиной и женщиной, которые человеку запрещены. Это называется арают. Их иное количество. И тогда Раши нам и говорит. Поскольку эти два отрывка совмещены, то надо понимать так, что мы достигнем вот этого качества, которое называется «к душим тию», если мы будем выполнять вот то, что предписано нам в конце предыдущей главы. То есть, если мы будем строить ограды, заборы между вот этими связями, связями, которые нам запрещены. Ну, там дети, родители, братья, сестры и так далее. Там все перечислено. Тот, кто хочет узнать, тот это прочитает. Вот как раз мы ее читаем в Йом-Кипур. В Йом-Кипур молитву в Минху в Йом-Кипур. Мы читаем Ахар-Эймот. Там как раз все эти связи перечислены. И Раши утверждает, что если мы делаем ограду вокруг вот этих связей, то мы достигаем некоего состояния, которое отмечено слово «к души». Ну, хорошо. Я не знаю, что это за слово. Пусть это будет святость, как в том смысле в общепринятом. Но тут я понимаю, да, действительно. Если я исполняю это, все очень хорошо. Но тут же я смотрю другой комментарий. Комментарий Рамбана. Надо вам сказать, Рамбан, он был позже Раши. Немного позже Раши, лет на сто. И он, как правило, всегда, если мы смотрим комментарии, вот сначала Раша, а потом Рамбана. Да, Рамбан жил в Джероне, в Испании. И в конце своей жизни он вынужден был уехать в Израиль. Это известная история его диспута, которую он выиграл и должен был покинуть свою родину. Ему уже было много лет. И в Израиле его следы пропадают. Он уже был достаточно пожилым человеком. Так вот, Рамбан, он всегда, как правило, так, он приводит комментарий Раши и в чем-то в нем с ним не соглашается. В чем-то с ним не соглашается и дополняет его или приводит свой комментарий. Так вот, Раша говорит следующее, что, ну да, действительно, вот здесь есть запрет, запрет определенных сексуальных отношений, запрет на пищу определенную. Все это понятно. Но этот запрет, говорит Раши, этот запрет, говорит Рамбан, который Раши воспринимает как условие нашей святости, смотрите, это же наша обязанность. Ну как может быть обязанность поводом стать таком освещенным? Нет. Если ты работаешь на предприятии и тебе полагается выпускать эти детали, то когда ты их выпускаешь, все нормально. Тебя ведь не за это хвалят или не за это гладят по головке, что ты их выпускаешь. Ты их обязан выпускать, ты пришел сюда их выпускать. Так и здесь. Если мы были избраны Всевышним, чтобы выполнять эти заповеди, и он нам говорит, чтобы их выполняли. Нормально, это же нормально. Это обыденно. И поэтому Рамбан говорит, нет, тут гадуша это что-то выше. Это выше обыденного. И поэтому он предлагает другой вариант. Смотрите, да, нам запрещены определенного рода сексуальные отношения. Но вот половые же связи не запрещены. И отношения между мужем и женой не запрещены. Да, нам запрещено есть определенную пищу и пить определенное вино. Но в принципе нам же не запрещено есть и пить. Разрешенное же мы можем есть и пить. И он делает такой вывод, что осветиться можно только разрешенным. Не запрещенным. Не то, что я не делаю то, что мне запрещено. Он говорит, это как обычно. Ты не должен этого делать, у тебя запрещено. И этим ты не осветишься. То есть не станешь чуть лучше. А осветишься только тем, что тебе да, разрешено. Вот тебе разрешено пить вино или есть там кошерную пищу. Но при этом ты можешь себя удержать от пьянства и обжорства. Ведь пить вино – это понятие относительное. Можно стакан выпить, а можно бутылку выпить. Можно съесть там порцию еды, а можно 10 порций съесть разрешенной еды. И ты становишься обжорой, пьяницей. Поэтому Рамбан считает, что не просто ограда запрещенных связей нас освещает. Нет. А нас освещает только наше поведение в разрешенном. То есть когда нам можно это делать? И мы ставим себе там некие ограничения, чтобы не потерять какую-то человеческую сущность. Чтобы питье вина нас не превращало в пьяниц, а отношения с женой нас не делали какими-то маньяками в этом смысле. Чтобы все было на самом деле в рамках человеческого бытия. Разумного, доброго и приводящего к каким-то положительным явлениям. Это говорит Рамбан. Ну вот, видите, значит, я какие-то два комментария для себя выяснил. И я понял, что согласно Раше и согласно Рамбану я могу выделить некое свое поведение, которое может определить меня как того, что стремящимся к состоянию кадош. Очень хорошо. Ну вот, что Раша еще говорит. И вот тут мне это очень понравилось и было прямо вот, легло мне на душу. Когда он разбирает фразу «И говорил Всевышний Муше, говоря, скажи всей общине Израиля, святы будьте, потому что свят я», Раше здесь вот какой делает нам намек, ссылаясь на Медраши. Он говорит так, что вот этот отрывок был произнесен «бэ-гэк-гэль», то есть при общем сборе, при общем сборе, то есть когда все присутствовали. И получается очень интересная вещь, что «святы будьте, потому что свят я», вот это вот состояние, о котором я не знаю, что это такое, не знаю, что это такое, его можно достичь только тогда, когда мы будем все вместе. «Бэ-гэк-гэль» при общем сборе. Ну вот примерно как было у горы Синай, когда все стояли. Или когда было перед тем, как мы перешли Иордан и вступили вот в землю гнаанскую и стали ее завоевывать. И тот ад, да-да-да, не все, когда мы с той стороны стояли, когда еще три колена не отделилось, да, тогда вот и может перед всеми, вот целый месяц перед своей смертью, да, тогда мы были все. Но у горы Синай точно, вот все, кто вышел, были там. Никто, никто не отлучался никуда. Все были только там. И это было, пожалуй, ну вот один из немногих, но может быть даже единственный раз, когда мы были все вместе. И вот этот вот эффект того, что мы все вместе, привел к тому, что на гору Синай спускается божественное откровение. Понимаете? То есть, вот люди, стоящие там, стали свидетелем божественного откровения в мир. Такое открытие, я не знаю, наверное, было один раз за все время. очень трудное, очень сложное, но условием его было то, что мы были все вместе. И получается, очень интересный вывод из этого можно сделать, что именно наша всеобщность, когда мы все вместе, позволяет нам достичь некоего состояния, которое присуще и Всевышнему. Кадош, Кадош. Мы все вместе состояние Кадош, и это же состояние присуще Всевышнему. То есть, когда каждый сам по себе, он не может достичь этого состояния. Поэтому интересно, если мы дальше продолжаем эту мысль, смотрите, ведь у евреев личное исправление каждого, ну, или личная награда каждого за существование, личное исправление каждого, практически невозможно. А ведь у нас сказано, что ты получишь там награду и наказание только когда, представь, перестанешь на суде, там, в этом мире ты получаешь награду и наказание только в качестве члена народа, как народ. Вот народ получает наказание, и ты получаешь, народ получает награду, и ты получаешь. Поэтому, допустим, если из 100 человек есть, допустим, 80 грешных и 20 праведников, то они по резюме, по общему резюме, вот получат то самое наказание на всех. И получается, несмотря на то, что ты праведник, ты будешь наказывать вместе со всеми. Поэтому мне очень не все равно, как поступает мой сосед. Если мой сосед, он говорит, ну, я же имею право на то, чтобы, и получается, что вот он имеет право на то, чтобы, допустим, не ходить в субботу в синагогу, но это сказывается на всем народе. Мы ведь говорим, мы знаем, повторяем нашими друзьям, что если наш народ все вместе выполнит, там, соблюдут две субботы, Машиях придет, но все вместе. Вот это вот общее, это очень важно. Вот и из этой фразы, как раз из этого комментария Раши, что вот этот отрывок был сказан при общем стечении народа, мне говорит о том, что к душа, святость, а у нас существует только, когда мы вместе. Здесь слово «эда» используется. «Коль эдат бне Исраэль». «Эда» это община, это община, эда. И мы учим, с какого момента вот количество людей, с какого количества людей вообще-то это община. Три человека это община или нет, а двадцать человек это община или нет. Вот где то число, с которого можно сказать это община. Ну, мы знаем, это десять человек. Десять человек и больше это община. Миньян, то, что мы знаем. Откуда мы это учим? Из истории шпионов. Мераглим, да? Когда десять шпионов, их было двенадцать, двое сказали, что все хорошо, надо идти в землю к наанскую, завоевывать ее. А десять сказали, нет, нельзя идти, плохо, нас там всех перебьют. Так вот эти вот десять человек, там называются эда. Вот это вот плохая община, десять человек и составляют, и отсюда мы учим, что они и составляют зачаток общины. Там, где есть десять человек, спускается божественное присутствие, и поэтому молитва требует десяти человек и больше. тогда мы точно знаем, что там будет шхина, божественное присутствие, и тогда наша общая молитва и молитва каждого из нас скорее всего будет услышана, будет поднята. И поэтому, когда есть эда, то мы можем сказать, кадиш мы говорим, очень сакральные тексты, мы на благословения отвечаем, амен отвечаем и прочее, и прочее. Тару читаем вместе с благословениями, потому что это уже эда, это община. Десять человек и больше. И вот этот вот урок, который вот мне очень важно, чтобы мы с вами заучили. Только когда мы вместе, мы становимся собеседником Всевышнего. То есть, диалог со Всевышним возникает между народом и Творцом. Каждый из нас, конечно же, может к нему обращаться. Конечно же. Услышать или услышать, я не знаю. Ну, мы все верим, что, может быть, услышать. Не запрещено обращаться. Конечно, надо запрощаться и просить. Но именно как община, как член народа, я, я, вечен. Мы же говорим, что то есть, вечность Израиля не обманет. Я, как личность, я смертен. Конечно же. Но как народ я вечен. Я вместе со всеми, я и есть Эдат Кольбне Исраэль, община всех сынов Израиля, и возникает некая святость к душа, которая есть также и у Всевышнего, и это нас объединяет. И в этом смысле вот это вот присоединение к общине Израиля и делает меня участником всего этого и дает мне некие силы и возможности. Поэтому вот эта вот невероятная, непонятная фраза, на которую я наткнулся в самом начале, говори сынам Израиля и скажи им, святы будьте, потому что свят я, для меня в конечном итоге означает следующее. Вы должны быть вместе. Вы должны держаться вместе. Какие бы распри между вами не происходили, вы должны помнить, что вы единый народ. Каким вас создал Всевышний и с каким он ведет диалог. И он этот народ сохраняет. Каждый в этом народе, конечно же, важен. Конечно же, важен. Но в первую очередь нужно помнить, что я член народа. Ну и тем более знаете, после Дня Независимости вот такого общего нашего праздника, возвращения на родину, ну вот эта вот фраза для меня особенно торжественна. То есть, да, я еще раз повторяю. Конечно, фраза непонятная. Я просто попытался растолковать ее через комментарии там Раши или Рамбана, к чему-то хочется прикоснуться. Но, конечно, она закрыта. И я вам хочу сказать, что множество раз мы встречаем, что Всевышний требует от нас святости, потому что свят Он. Это не единственный раз, который написано. Только вот в этом случае написано обратись ко всей общине Израиля. Вот это вот мне очень было важно, что только вся община Израиля и может достичь того, что мы называем к душа. Вот это вот я вам хотел рассказать. Так, я хочу посмотреть, может быть, какие-то вопросы есть, и мы тогда можем быть... У меня вопрос есть. Да? А в этом контексте как звучит фраза возлюбить ближнего своего? В этом контексте? Как звучит фраза возлюбить ближнего своего? Как самого себя? Да. Но это вопрос очень хороший. Ну, дорогие мои, вы услышали, да? Это вот Наташа, моя жена, она вот там, она все это слышит, весь наш урок. И вот она спрашивает. Хорошо, вот когда Всевышний требует нас быть всех вместе, да? Как в этом контексте можно воспринять фразу и возлюбить ближнего своего как самого себя заканчивается я Господь? Это очень важная концовка я Господь. Я думаю, что так, что когда мы стояли у горы Синай и Муше, еще мы не поднимались туда, они не пришли получать Тару, это было только на второй, на третий день, и Муше пошел, вернулся и сказал, Всевышний вам передает, что вы будете для меня, будете для меня, написано мамше, мемшелет коганим, то есть вы для меня будете народом священников, царство священников, царство священников. То есть он сразу же этим самым определил отношения между людьми, потому что отношения священников это определенный тип отношения. Когда мы говорим, что и возлюби ближнего своего, как самого себя, это тип отношений. Как один человек, по какому принципу один человек должен относиться к другому человеку. Я думаю, что условием создания единого народа, ведь мы же каждый представляем себя личность, мы же не просто так взяли вот камушки и сбросили в кучу, и все они лежат там вместе в куче. Нет. У нас у каждого есть своя воля, право на выбор, мы можем взять и уйти, и не сидеть здесь. То есть мы вольны выбирать, мы свободны в этом смысле. Как же нам быть всем вместе? И мне кажется, что условием быть всем вместе это и есть как раз требование отношения к ближнему. И возлюбить ближнего своего как самого себя это условие, при котором единицы могут стать единым целым. Это как жена и муж, знаете, вот они становятся единой плотью и рождает нечто. Что их соединяет? То, что мы называем любовь. Вообще, в принципе, что соединяет людей? Я думаю, вот то, что мы называем словом, непонятным словом, любовь. То есть, вот эта вот фраза, это есть условие, при котором единицы индивидуальности становятся чем-то общим, единым, народом. Наташа, я тебе ответил или нет? Да, конечно, понятно, но я понимаю так, что если мы, грубо говоря, все от единого корневища, то мы, конечно же, воспринимаем другого как продолжение себя. Единство тогда возникает между нами. Конечно, любовь делает так, что я вижу в другом себя, и поэтому меня это с ним соединяет. Конечно же. И тогда единство возникает, которого и требует единый. Наверное, и так может. Наверное, и так. Хорошо, спасибо тебе за вопрос. Я смотрю дальше, что-то кто-то спрашивает. Вот, география, конечно, обширная. Вот, люди из Кировограда. Здравствуйте, здравствуйте. И можно книгу написать на эту тему. И не одну книгу. Можно несколько на эту книгу написать. У Рава Гика тоже есть книга, где было время катастрофы. Ну, совершенно верно. Но это такой дискуссионный вопрос. Я понимаю, название этой книги хорошее, потому что нужно же как-то вот включиться в дискуссии. Я знаю, у меня эта книга есть, она мне очень нравится. Так. Я слышу. Как они там? Мы не будем соблюдать. Вот, я от некоторых слышала, как они говорят. Мы не будем соблюдать, а зарабатывать будем, а вы за нас учите Тару. Для евреев это неприемлемо. У евреев каждый обязан учить Тару, потому что это заповедь. Лимут Тора это заповедь. Одна из главных заповедь. И сказано в Лимут Тора Кенегет Кулан. То есть заповедь изучения Тары, она уравновешивает по существу все остальные заповеди. И она очень важна. И каждый обязан. У нас не может быть так, чтобы один работал, другой учил. Это не наша позиция. Тот, кто говорит, он на самом деле не в курсе дела. Он не очень понимает, что он говорит. Не очень понимает. вот так. Так, сейчас я просто здесь кто не знает своего рода, то как может занять место. Действительно, мы на сегодняшний день, мы, это вот Юрий Заволотный пишет, что действительно нужно как бы знать, в каком месте, к какому колену ты относишься. Но Медраж говорит, что когда придет Машея Хон, скажет, то к какому колену относится. А может быть, вы знаете, идея в том, чтобы из 12 колен сделать одно целое. Опять-таки, 12 колен были достаточно разъединены. И может быть, суть в том, чтобы потом все слились в единый народ. Ам-Исраэль, хотя до сегодняшнего дня у нас есть колено Леви, оно выделено, оно известно. Это тема закрытая на самом деле. И когда, может быть, когда придет Машея Хон, укажет, кто к какому колену принадлежит, и какие-то колена вдруг обнаружатся, это может быть. Это может быть. Так. Каждый род имеет свой дар. Совершенно верная способность. Это так оно было. Каждое колено имело свое какое-то назначение. Но потом они в какой-то момент вдруг раз и перемешиваются. Ведь это же так, они же перемешались. Кто может дать? Никто. Машеях придет, может быть, он укажет, или Всевышний как-то укажет. Никто. Люди не могут это сделать. Те, кто говорят так, они не знают, насколько важно изучать. Согласен, согласен. Вот. Ладно. Хорошо. Тогда мы с вами заканчиваем этот урок. Я надеюсь, что главная моя задача спровоцировать вас размышлять на эту тему. Она осуществилась. Эта цель была достигнута. Главное, думайте. Ведь, опять-таки, повторяю, нет правильных и неправильных ответов. Есть ваши ответы. И, да, как вы решите, так для себя и будет. Другое дело, заповеди все нужно исполнять. И на эту тему мы не рассуждаем. Но по поводу того, что означает то или иное слово, оно не связано с законом, мы должны думать. Мы должны думать, изучать, читать комментарии и размышлять на эту тему. Всем всего хорошего. Шаббат, шалом и до следующей встречи. Субтитры создавал DimaTorzok